В Ульяновской области отметили 120-летие со дня рождения Анисии Княгининой. Почтить память удивительной женщины из Чувашии отправилась целая делегация деятелей культуры. Поэтический вечер прошел в селе Большое Нагаткино Цильнинского района на родине Ваща-Анищи. Именно под этим псевдонимом вошла Анисия Княгинина в историю. Тихая и скромная сельская учительница всю жизнь прожила в симбирской глубинке, учила чужих детей. Рано вдовев, в одиночку поднимала своих. И лишь спустя много лет выяснилось, что она первая чувашская поэтесса Ваща-Анищи. Современница Блока и Цветаевой, Джамбулы и Есенина. Она начала публиковаться в 13 лет в газете «Хабар». Будущая поэтесса училась в симбирской школе вместе с Константином Ивановым, Тайром Тимки, Николаем Шубасини. Именно они оказали на девушку творческое влияние, как впоследствии признавалась сама Анисия Княгинина. Потом она уехала с мужем в Цильнинский район, работала учительницей. И лишь спустя десятилетия историки Чуваши и чувашской литературы с удивлением обнаружили в архивах журналы и газеты, альманахи со стихами под неизвестным им псевдонимом – Ваща-Анищи. Первая чувашская женщина-поэт нашлась в Меликесе, ныне Димитровград. Там ее тоже не забыли. В рамках подготовки во всех образовательных учреждениях прошли литературные вечера, посвященные юбилею Аниси Васильевны. На средней школе села Нижний Тимирсиан, где родилась Анисия Васильевна, мы открыли в этом году памятную доску. Наш земляк, также скульптор Кондрашки Николай Григорьевич, который оформил это дело. Но я думаю, это все сделано, чтобы помнить свою историю, свой язык, свою культуру, свои традиции. Поэтому и впредь, руководство района во главе с Анисией Васильевичем, мы это дело будем продолжать, поддерживать. Творческое наследие поэтессы не так, чтобы велико. Стихия написала в юности и выйдя на пенсию. В промежутке была слишком занята работой, домом, общественными делами. Литература отошла на второй план. Но настоящему поэту порой достаточно нескольких строк, чтобы выразить свои чувства. Особенно если это любовь к своему народу.